На библейский портал Экзегет поступил вопрос, откуда взялась идея, что у священника должна быть борода. Во-первых, эта идея ниоткуда не взялась, она физиологически обусловлена у кожи, у любого мужчины, у большинства мужчин на свете растительность на лице присутствует. Эта идея возникла не только у священников, это так физиологически мы устроены, женщина без бороды, а мужчина с бородой. В Ветхом Завете, если вы откроете, мир, исходящий на бороду, главу и бороду аронию, исходящий на меты одежды его. У священников были бороды, у всех мужчин были бороды. Я не знаю, почему борода считается чем-то таким, как в вопросе вызывает какое-то негативное отношение к этому явлению. На самом деле борода это очень удобная штука, не надо шарф, особенно у нас на северах, не надо каких-то дополнительных предпособлений, чтобы не дуло. Летом мухи не кусают. Ну, я не знаю, зачем нужна борода священников, но на самом деле постриг священнический, он совершается. И потом после этого считается, что больше ты не стрижешься. Но если кто-то стрижет бороду или ровняет, или ухаживает за ней, это тоже, я не думаю, что это большой грех. Не в этом смысл. Ну, знаете, я сейчас вспомнил один случай. У нас был такой замечательный бард Сергей, он правда сейчас уже умер. Он учился с нами вместе в Богословском институте, и у него была очень редкая такая борода. А на курсе у нас учились мужчины, все такие бородатые, все такие сибирские. И вот однажды все ворку к нему вступили, говорят, ну что, Серега, ты у нас один на курсе без бороды. Он говорит, ну что, вот у меня такая, такая дохленькая, такая, значит, скуденькая, ну что я буду так это... И тут заходит батюшка. И у батюшки на лице там шесть тычинок в семь рядов. И все сразу посмотрели на батюшку, а батюшка был молодой, у него там ничего, никакой растительности не было на лице, и видать, что он все равно, хоть и не брился, но все равно ничего не выросло. Но и вот при всей этой скудности он все равно не брился, и все, Сережа сказал, теперь я понял. И на следующей сессии он же приехал уже с бородой. Ну, я думаю, что ниоткуда эта идея не взялась, и не мы это придумали. Так устроил Бог. Бог устроил так, что мужчины бородатые. Если кому-то не нравится, это другое дело. Ну, я думаю, что не хлопотно носить бороду, хлопотнее каждый день что-то делать с лицом, чтобы этой бороды на нем не было. Поэтому на вкус, как говорится, и цвет товарищей нет. Кому нравится с бородой, милости просим. Кому не нравится с бородой, ну, живите без бороды. Помоги Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok